Вы можете быть в ярости из-за того, что наши политики продают нашу страну Китаю. Понятная реакция, но совсем другое дело, когда кто-то хочет начать войну с Китаем, с противником, в победе над которым у нас, мягко говоря, нет уверенности. Но в сообщении к войскам генерал военно-воздушных сил Майк Минихан написал следующее. Чутье подсказывает мне, что мы сразимся в 2025-м. Си гарантировал себе третий срок и избрал военный совет в октябре 22-го. Поводом станут президентские выборы на Тайване в 2024-м. Выборы в США в 2024-м отвлекут Америку. Команда Си, причина и возможность, сходятся на 2025-м. Что нам думать об этом? Вы можете глубоко скептически, даже враждебно относиться к Китаю и все же переживать о возможной войне с Китаем. Джимми Дор, ведущий Джимми Дор, шоу присоединился к нам. Джимми, следует ли нам обращать внимание на это сообщение? Что это, по-твоему, значит? Я думаю, это значит, что США пытаются провоцировать и бряцать оружием перед еще одной ядерной державой. Мы должны были бояться Дональда Трампа, не так ли? Он сумасшедший, который будет держать палец на красной кнопке. А сейчас у нас безумный Джо, который бряцает оружием перед двумя ядерными державами. И корпоративные СМИ, финансируемые военно-промышленным комплексом, призывают американцев приветствовать это. И почему американцы это приветствуют? Потому что они не имеют понятия о том, что происходит во внешней политике. И хуже всего то, что они не имеют понятия, что не имеют понятия о том, что происходит во внешней политике. У нас 400 военных баз вокруг Китая со времен Корейской войны. Мы правда думаем, что Китай собирается вторгнуться в США? Я говорю вам, что не собирается. Они делают все, чем мы пользуемся в США. Почему? Потому что те же люди, которые хотят эту войну, взяли хорошую работу на производствах в Америке, превратили ее в дерьмовую низкооплачиваемую работу и отправили ее в Китай. И мы злимся на них из-за системы, которую сами создали. И они настолько коррумпированы, американцы не знают, насколько коррумпировано их правительство. Они думают, это обычная коррупция. О, Трамп дал своему сыну работу, Байден устроил сына на теплое место на Украине. Но коррумпировано все. Наш военный бюджет, коррумпированный бюджет 800 миллиардов долларов. Зачем нам 900 военных баз повсюду? Это мы провоцируем эту войну. Так же, как мы спровоцировали войну на Украине. Сейчас мы делаем это с Китаем. И кому это выгодно, я скажу вам. Ваш враг не Китай. Ваш враг не Россия. Ваш враг — военно-промышленный комплекс, который обирает нашу страну на сотни миллиардов и триллионы долларов. Сколько еще наш министр обороны будет говорить, «Эй, мы опять недосчитались двух триллионов долларов в Пентагоне?» Что на моей памяти случалось уже два раза. Так что, опять же, люди, военную машину нельзя остановить. Кто управляет этой страной? Военная машина. Определенно, решение принимает не Джо Байден. Я хотел бы знать, кто принимает эти решения. Я хочу напомнить всем, что Соединенные Штаты — мировой террорист. Мы поджигали Ближний Восток последние 20 лет, и теперь ведем прокси-войну на Украине, которую спровоцировала НАТО. И мы признали это в лице бывшего канцлера Германии. И сейчас мы угрожаем Китаю и предсказываем войну. Опять же, Китай не собирается нападать на нас. Китай нам не враг. У нас может быть экономическая война. Вот что это — это экономические войны. На Украине идет война за сжиженный природный газ, и чтобы помешать Германии и России объединиться, потому что мы боимся объединения природных ресурсов и рабочей силы России с технологиями и капиталом Германии. Вот почему мы взорвали Северный поток. Вот почему идут военные действия на Украине. Все дело в гегемонии, империализме и экономике. И если где-то есть морпехи, это для того, чтобы украсть природные ресурсы у другой страны. Все кричат, что Путин — плохой парень, потому что вторгся на Украину. США в настоящее время оккупировали треть Сирии. И это та часть страны, где есть нефть. Откуда я знаю, что мы воруем у них нефть? Потому что президент США так сказал. Мы даже не получаем экономическую выгоду. Конечно, я имею в виду вот что странно. Джимми Дор, благодарю тебя, спасибо. Признателен. Субтитры создавал DimaTorzok